Кризис на границе Израиля и Сирии. Тысячи сирийцев хотят попасть на территорию еврейского государства, спасаясь от войны. В Иерусалиме говорят, что никого пускать не собираются, но помощь беженцам оказывают. Сергей Оуслендер расскажет подробности. В сирийских провинциях Эдлиб и Дира уже почти две недели идут жестокие бои. Армия Асада берет эти районы, занятые повстанцами, под свой контроль. Там практически не прекращаются бомбежки с воздуха и артобстрелы, разрушения и жертвы масштабные. Поэтому оттуда устремился поток беженцев и большая часть из них разместилась у границы с Израилем. Там расположено уже несколько крупных лагерей, снабжением которых продуктами и предметами первой необходимости занимается еврейское государство. Через границу идет поток раненых. Власти внимательно следят за ситуацией. Что касается юга Сирии, то мы по-прежнему будем защищать наши границы, не допустим проникновения на нашу территорию и будем требовать от сирийской армии строгого соблюдения соглашения о разъединении 1974 года. Я поддерживаю постоянный контакт с Белым домом и Кремлем по этому вопросу. А министр обороны и начальник генштаба контактируют со своими коллегами как в США, так и в России. Заявление Нетаньягу вполне недвусмысленное. Беженцев через границу не пустят. Сейчас там увеличено военное присутствие. Командование перебрасывает на усиление пехотных частей, танки и артиллерию. Разумеется, армия не собирается стрелять в безоружных людей, но есть данные разведки о том, что под видом беженцев через границу на территорию Израиля могут попытаться прорваться боевики исламского государства и различных проиранских отрядов. Поэтому у военных категорический приказ никого через границу, кроме тяжелораненых, не пускать. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.